Здравствуйте, друзья! Я Александр, и сегодня у меня в обзоре щит автоматики КНХ, собранный на платформе АББ Comfortline B49. Что это означает? Это означает, что это щит серии в исполнении для накладного монтажа с габаритными размерами 1400 на 1050 на 215 миллиметров. На самом деле это только его часть. Сам корпус был уже давно отвезен на объект, там смонтирован, в него были заведены провода, и теперь он ждет, когда прибудет остальная часть. Число 49 в названии модели означает, что в нем может разместиться 4 вертикальных ряда по 9 реек в ряду. Комбинации этих модулей могут подбираться в зависимости от различных вариантов стандартных размеров. Такие модули называются EDF-панелями. EDF-панели состоят из ED-профиля, позже мы его увидим, когда будут сняты крышки, которые также называются пластроны. И держатся эти крышки на специальных держателях. Мы их тоже увидим чуть позже. В нашем случае в шкафу использовалось 2 стандартных EDF-панели по 2 ряда и 9 реек в каждой панели. Пластроны у нас служат для защиты всей электроустановки от поражения электрическим током пользователя и для исключения несанкционированного доступа к электроустановке. На них также выполняется маркировка, которая служит пользователю для быстрой ориентации, какой модуль относится к тому или иному помещению и за какую электрическую нагрузку он отвечает. Мы стараемся делать эту маркировку максимально удобной для клиента, чтобы он мог быстро и легко сориентироваться. Применяются специальные пиктограммы и световые обозначения различных разделов, таких как, например, освещение, электроприводы штор и жалюзи, бытовые розетки, отопление, свободные отверстия в пластронах остаются для резерва на случай, если потребуется установить дополнительное оборудование и закрываются специальными заглушками. А теперь перейдем к внутреннему устройству и составу щита. На верхней рейке мы всегда располагаем многоуровневые клеммы для подключения тех нагрузок или датчиков, электрическая проводка которых выполняется по потолку. Удобство применения таких клемм заключается в том, что все три жилы приходящего кабеля от нагрузки подключаются к одной клемме, то есть и нейтраль, и фаза, и заземление подходят в одном месте, что значительно облегчает их обнаружение в щите автоматики. Кроме того, благодаря использованию клемм происходит соединение жестких цельнотянутых проводов, приходящих извне щита, и гибких монтажных проводов, которыми выполнена проводка внутри щита, а также сокращается количество используемого кабеля. Поэтому удается добиться максимальной аккуратности, эстетики внешнего вида щита и качества сборки. Мы используем многоуровневые клеммы с зажимным контактом, который обладает рядом преимуществ перед винтовым, а именно он не требует проверки и дополнительной протяжки соединений со временем, помогает максимально исключить человеческий фактор и ошибки при монтаже, а также повысить степень ремонтопригодности электрического шкафа и внесение каких-либо изменений уже после проектирования и монтажа. И сейчас я объясню почему. Например, просто потребовалось добавить какую-то нагрузку в определенное место, например, куда-то вот сюда. И я просто беру, отодвигаю часть клемм в ряду, разрезаю маркировку и устанавливаю еще одну дополнительную клемму. Если вдруг клеммы у нас соединены перемычками, как, например, вот это сделано здесь, то я просто удаляю перемычку, а затем вставляю ее обратно и добавляю еще одну, если потребуется. Соединительные контакты клемм расположены под углом, поэтому отсоединение и присоединение проводов также можно легко осуществить в процессе обслуживания. Не нужно по очереди откручивать различные винты, чтобы добраться до необходимого провода. Попробуйте произвести те же самые операции с винтовыми клеммами, в которые еще вдобавок установлены винтовые перемычки. Все сразу станет очевидно. При сборке мы применяем много различных типов клемм под разные задачи. Например, для нагрузок, подключаемых к дифференциальным автоматическим выключателям, мы используем один тип клемм. К нагрузкам, подключаемым через обычный автомат, другой тип клемм. Для трехфазных нагрузок типа варочных панелей, блоков кондиционеров, ВРФ-систем, электрических водонагревателей и других приборов трехфазных мы используем обычные проходные клеммы. Подобные клеммы существуют у многих известных производителей. Например, Вага, Вайтмюллер или Феникс Контакт. Мы применяем именно Вага. Это никакая не реклама, просто мы для себя определили их как наиболее подходящие по соотношению цены-качества и удобства использования. Вообще, про клеммы есть много чего интересного рассказать, и я думаю, мы сделаем про них отдельное видео, где раскроем этот вопрос уже более подробно. А сейчас я двигаюсь далее. Ниже мы стараемся располагать устройства автоматики, имеющие наибольшее число подключений и отвечающие за все те же нагрузки, приходящие сверху. В основном это электроприводы штор, освещение, различные датчики и другие нагрузки. Такое решение применяется для того, чтобы максимально сократить длину монтажного провода, укладываемого в щите. Иногда мы убираем еще одну монтажную рейку, чтобы доступ к соединениям и со стороны модулей автоматики был свободнее и удобнее. Именно так сделано в этом щите. Это можно делать, если нет жестких ограничений по габаритам того места, где подобный щит устанавливается. На этом объекте нам в этом плане повезло. Дальше в средней части щита обычно располагаются модули управления автоматики, которые имеют меньшее число подключений, нежели те, что стоят выше. К устройствам автоматики и их назначению я вернусь немного позже. А пока расскажу про ввод и распределительный блок. Ввод выполнен трехполюсным автоматическим выключателем на 32 А. Он подбирался, исходя из выделенной мощности на квартиру. Подключение вводного кабеля будет осуществляться снизу. Кстати, свои мнения по этому поводу вы можете высказать в комментариях. Обратите внимание, что в данных EDF панелях через каждые три рейки идут увеличенные расстояния между рейками. Так делается во многих EDF панелях числом рейк пять и более. Поэтому с точки зрения компоновки вводной кабель, а также подключение проводов к распределительному блоку лучше осуществлять именно в таком месте, так как кабель и провода имеют большое сечение и, соответственно, большой радиус изгиба. После вводного автомата идут многофункциональные устройства защиты. Такие устройства мы также используем и в квартирных щитах для защиты от повышенных и пониженных напряжений, в том числе и в результате обрыва нуля. А такие случаи случались в моей практике раза три. Вводное УЗО здесь не установлено, потому что оно стоит в этажном распределительном щите. Мы заменили устройство защитного отключения от застройщика на селективное УЗО от АББ. Говоря простыми словами, селективное УЗО имеет задержку по времени, позволяя дифавтоматам сработать чуть раньше, чтобы не обесточивать всю квартиру целиком, а отключить только группу, где возникла проблема. Еще в каждый наш щит мы устанавливаем сервисную розетку, чтобы можно было, находясь возле щита, подключить ноутбук и спокойно осуществлять наладку системы или подключить любое другое оборудование, если возникает такая необходимость. В нижней части щита мы расположили модули защитной автоматики, все автоматы и дифавтоматы, которые защищают кабельные линии, идущие из электрощита к потребителям. Они были расположены непосредственно в самом низу электрощита для удобства пользователя. Щит автоматики будет расположен выше обычного, ближе к потолку, поэтому использовать его максимально удобно именно при такой компоновке. Выводы с дифавтоматов и автоматов защиты, идущие к нагрузке, также выведены на клеммы. Клеммы, расположенные вверху щита автоматики. На самом деле, на этом объекте вся кабельная проводка выполнена по потолку. Это требование исходило от клиента. Если бы часть кабельных трасс, розеток и других нагрузок проходила по полу, то мы бы установили их в нижней части щита, на нижнюю динрейку. Ну а пока она оставлена в качестве резерва. Всегда в подобных щитах лучше оставлять процентов 20 свободного места на случай непосредственного расширения и модернизации системы. Ну а теперь я перейду к устройствам автоматики и их назначению. Для управления светом выбраны 24-канальные KNX-актуаторы от компании ABB. Это новинка прошлого года. Компания ABB решила идти в ногу с мейнстримом и выпустила новую линейку KNX-реле с большим количеством каналов в одном корпусе. Также эти актуаторы оснащены мембранными кнопками, при управлении с которых KNX-реле отдают статус состояния в шину. В нашей инсталляции они управляют не только освещением, но также и теплыми полами, вытяжными вентиляторами и управляемыми розеточными группами. Для управления электроприводами шторы-желези мы использовали специализированные железийные актуаторы. Они не являются универсальными актуаторами, в отличие от этих. В них заложен только необходимый для желези и штор функционал, и соответственно их цена ниже по сравнению с универсальными. В центральной части щита слева разместились четырехканальные диммеры. Это диммеры производителя Xenio. Чем они удобны? Во-первых, у них можно объединить каналы для расширения мощности, как попарно, так и все четыре. В случае, если подключаемая нагрузка будет достаточно высокой. На самом деле, для современных светодиодных источников света более важен именно учет пусковых токов, нежели суммарная потребляемая мощность. Например, если максимальная мощность диммера составляет 350 ватт на канал, то при подключении светодиодных светильников мощностью 150 ватт уже могут возникнуть случаи, когда диммер начнет уходить в защиту. Цифру 150 ватт я обозначил условно, так как она сильно зависит от драйвера самого светильника или лампы. В большинстве случаев на этапе проектирования вообще неизвестно, какой светильник будет установлен. Поэтому лучше сразу предусмотреть резерв по каналам диммера. Все каналы диммера, в том числе резервные, сразу выводятся на клеммы для того, чтобы в случае необходимости сделать объединение каналов только путем установки перемычек. Это занимает гораздо меньше времени, нежели в уже установленном щите производить перекоммутацию и прокладку дополнительных проводов. Дальше у нас идет двухканальный диммер. В отличие от четырехканального у него только два канала, но есть также два универсальных входа. Про входы я расскажу на другом модуле. И рядом с ним стоит контроллер дали. Он будет управлять теми группами светильников, которые оснащены драйверами с интерфейсом дали. Подробно о том, что такое протокол дали, вы можете почитать на нашем сайте. Ссылочку я оставлю в описании. Это тоже устройство от компании Xenio. Двигаемся дальше. Следующий модуль. Это модуль универсальных входов. К нему можно подключать различные кнопки, любые сухоконтактные датчики, а также фирменные датчики движения от компании Xenio iZenIn и датчики температуры NTC. В этом проекте этот модуль отвечает за измерение температуры теплых полов. В нем также встроена вся необходимая программная логика для восьми термостатов, которые будут отдавать команды на исполнительный модуль, расположенный ниже. Это шестиканальный КНХ-актуатор отопления от АББ, который управляет термоэлектрическими сервоприводами отопления, установленными в коллекторном шкафу системы отопления, и отвечает за перекрытие подачи теплоносителя в радиаторы и конвекторы. Сам модуль оснащен маломощными твердотельными реле, поэтому он работает абсолютно бесшумно. Еще правее установлен модуль универсальных релейных выходов Xenio. Он 16-канальный и может управлять освещением, электроприводами штор, фан-койлами, да и вообще всеми видами релейных нагрузок активной мощностью до 16 ампер. В нашем случае он управляет четырьмя двухтрубными фан-койлами, где каждый фан-койл имеет три скорости вентилятора и один двухпозиционный привод клапана на подаче теплоносителя. Фан-койлы на объекте могут работать только в режиме охлаждения, поэтому у нас есть только один клапан двухпозиционный и достаточно одного реле для его управления. Следующий модуль это комбинированный модуль с четырьмя универсальными входами и двумя релейными выходами. Он будет осуществлять управление контроллером защиты от протечек воды Neptune. У контроллеров Neptune есть релейный выход, который переключается в случае возникновения протечки воды. При подключении этого реле на вход модуля Xenio мы получаем соответствующий статус о том, что произошла протечка в нашу систему. А релейный контакт KNX-реле подключаем на вход внешнего управления контроллера Neptune для того, чтобы иметь возможность управлять подачей и перекрытием воды. Здесь на этом объекте пришлось установить контроллер в щит автоматики, поскольку установить больше никуда не получилось. Сантехнические ниши сильно ограничены по месту, а на практике мы стараемся установить контроллеры протечек в сантехнический шкаф или сантехнические ниши. Такое решение для защиты от протечек воды мы применяем довольно часто. Оно простое, надежное и работает автономно. Задачу контроля протечек воды можно также решить другим способом, а именно сделать решение полностью на KNX. Такие решения мы тоже используем, но оно стоит значительно дороже. Все оборудование KNX подключается к блоку питания. Это блок на 640 миллиампер. Он еще имеет функции диагностики шины KNX и может передавать информацию о токопотреблении, напряжении на шине, уровне трафика и отправлять соответствующие аварийные состояния. Кроме того, он также может отслеживать наличие и работоспособность устройств по физическим и групповым адресам. Эти функции очень полезны, когда необходимо осуществлять удаленный контроль и обслуживание объекта. Рядом с блоком питания KNX устанавливается простой источник питания Minwell серии HDR на 15 Вт для контроллера системы визуализации и логического модуля Gira X1. Такие контроллеры потребляют больше тока, поэтому не могут питаться только от шины и требуют дополнительного питания. Gira X1 также является шлюзом KNX IP, поэтому дополнительных шлюзов доступа к шине для наладки системы удаленного управления не требуется. На ней будет настроен визуальный интерфейс пользователя, который позволит управлять все системы через приложения на мобильных устройствах. Почему мы не используем все модули одного производителя, например, того же АББ? В принципе, клиент изначально и хотел сделать все на известном немецком оборудовании, но при этом еще необходимо было вписаться в запланированный бюджет. Поэтому было частично использовано оборудование испанского производителя Xenio, которое не уступает АББ по функционалу при сравнительно меньшей цене. В принципе, я пробежался по всем модулям автоматики KNX. Необходимо сказать еще пару слов по монтажу шины KNX. Она должна быть смонтирована в внешней оболочке по всей длине линии. Это обязательное требование стандарта. Стандарт говорит о том, что мы не имеем права прокладывать KNX шину без внешней изоляции вблизи силовых электрических кабелей. Теперь мы можем развернуть щит обратной стороной, чтобы сказать пару слов по укладке кабельных жгутов внутри самого щита. С моей точки зрения, щит автоматики должен иметь возможность удобного, беспрепятственного и быстрого обслуживания. Кроме того, даже на этапе наладки может возникнуть необходимость небольшой модернизации системы, когда клиент вдруг решает, что нужно добавить еще некоторые функции. В нашем деле такое бывает нередко, поэтому нужно находить некий оптимальный баланс между эстетическим видом и удобством дальнейшего обслуживания. Я часто замечал, что некоторые компании-инсталляторы в своих системах KNX-умный дом используют перфорированные кабель-каналы для организации проводов в щите и располагают их сзади ДИН-рейк. Или протягивают проводные жгуты, плотно фиксируя их большим количеством кабельных хомутов непосредственно за оборудованием вдоль рейки на ее обратной стороне. При этом еще оставляя минимальный запас провода. Мы стараемся не выполнять сборку таким способом, потому что вносить изменения в такую инсталляцию, которые часто бывают, уже крайне трудно. Поэтому, если щит обладает достаточной глубиной, как, например, данная серия B, то лучше использовать специальные кабельные крепления, как это сделано здесь. Они бывают нескольких типоразмеров и крепятся с обратной стороны ДИН-рейк в специальные отверстия, предусмотренные именно на глубоких ДИН-рейках. Также для них бывают выносные крепления, которые позволяют сместить эти кабельные кольца в верхнюю или нижнюю сторону относительно самой рейки. В этом щите такие выносные крепления не применялись. Для дополнительной жесткости кабельных жгутов можно использовать кабельные хомуты, они же стяжки. С их количеством тоже не стоит перебарщивать. И часть можно убрать после установки щита. Вот такой вот у нас получился щит автоматики КНХ для квартиры площадью 270 квадратных метров. Мы его аккуратно упакуем и отправим на объект на окончательную установку. Надеюсь, что это видео будет вам полезным. На этом я прощаюсь. Смотрите наши видеоролики, ставьте лайки, оставляйте комментарии и всегда старайтесь делать свою работу хорошо. Плохо само получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok